Ой, Морозов, ты слышишь, Морозов? Кто еще? Я не знаю, ты знаешь? Тут вот полуголая телка у него. Все мы понимаем, о ком мы говорим. Бабуль, могла бы еще раз повторить? Вот не слышно было. У меня здесь прям мечта-мечта. Порой не просто-просто-просто-просто-просто-просто-просто. Ага! Нездоровая херня какая-то, понимаешь? Откройте, Давид. Ну, это тебя на улице... Александр Морозов. Тебя побьют. Который сделал меня счастливым. У гениального клоуна должны быть ботинки гениального клоуна. Наглази. Всем привет. Александр Морозов Алексеевич. Артист, эстрады, клоун. Я пчелка жужужу, без шуток не хожу. То высунусь из зули, я тоже жало покажу. Я молодец. Да, действительно, ботинки Юрия Владимирович Никулина, в которых он работал на манеже. Клоунские ботинки для клоуна – это не просто ботинки, не просто обувь. Это как некий символ чего-то, я не знаю. Потому что у меня же есть свои тоже, да, и я тоже к ним как-то трепетно очень отношусь. Не как просто обуви, не как сценической обуви. А это что-то большее, я не знаю что. А уж это клоунские ботинки самого Никулина. Я считаю, что я очень богатый человек. Чем не солнце в Монако. Я про себя регулярно задаю один и тот же вопрос. Почему сегодня даже выпускники циркового училища не идут по пути той же самой клоунады, не идут по пути артистов эстрадного жанра? Может быть, начать с того, чтобы вообще понять, что это такой клоун? Человек, у которого есть диплом клоуна, или он по жизни клоун? У нас же как, клоун такой дурачок. То есть у нас по улицам очень много ходит клоунов, получается. Но, а если серьезно, на сцене действительно клоунов у нас известных мало. Это настолько штучная история. Клоун — это не профессия. Думаю, что клоун — это все-таки некое состояние, состояние души. Мне кажется, что злой человек не может быть клоуном. Если дети любят этого клоуна, значит, у него есть шанс стать клоуном. Я не знаю, почему существует вот этот огромный, огромный пробел. Потому что раньше они были, клоуны, да, с большой буквы. Нигулин, Ингибаров, Румянцев — это штучный товар, которых мы до сих пор помним. Можем говорить о тоталитарном режиме, о серьезной цензуре в Советском Союзе. Клоуну позволяли делать то, ну, как и всегда, шутам, да, позволяли делать то, что не позволено было делать другим. Им это прощалось. А когда стало можно все, показывать голую задницу, и это было новое, это было в то время интересно, смешно. Мне кажется, слава богу, что это уже теряет свою актуальность, голые жопы. Но замещения я не вижу, правда. Сейчас вот на ум что приходит? Полунин. Лейкин. Я постесняюсь себя вписывать в эту категорию, к этим людям. Не из какой-то там скромности. Нет, правда, я не считаю, что я какой-то там выдающийся клон. А кто еще-то? Я не знаю. Вот ты знаешь? Ты смотришь с точки зрения профессии, а я смотрю с точки зрения обычного зрителя. И миллион пятьсот человек скажет, что это Морозов, который в медийном пространстве закрыл с собой полностью эту нишу. Знаете, что? Иногда думаешь одно, а оно что-то другое. Это потому что я жирный был, поэтому я закрыл. Нет. Глаза заслонила. А сейчас я похудел. Вот ты образец стиля и вкуса. При этом при всем большая часть сделана вот именно в таком, в хорошем смысле, в деревенском стиле. Деревенский стиль я люблю, потому что все свое детство сознательное и бессознательное я провел у бабушек в деревнях. Но там было все по-другому. А тут, понимаешь, какая история? Мне очень нравится себя окружать вещами, неважно, сколько они стоят, вещами с историями. Я практически про все могу рассказать, как это появилось, откуда. Не за сколько я купил и в каком магазине, а историю. Например, вот смотри, вот да вскидку просто. Вот эти лампочки. Ты думаешь, они просто так, что ли? Нифига. Каждая лампочка, каждый этот плафон при повороте издает ноту соль. А зачем? Понимаешь, вот я стою тебе об этом рассказываю. А так вот что мне было рассказывать? А волосы чьи? Боюсь предложить. У меня комплекс давно. Но каждый раз, когда вижу, я же, в смысле, вот так? Да. Не, ой, не вижу. О, вот. Это в смысле лицо? Да. Лицевая часть. Я не могу даже это прокомментировать. Вы прекрасный, Давид. Откройте, Давид. Ну, это тебя на улице. Александр Мороз. Тебя вобьют. Который сделал меня счастливым. А зачем тебе парик? Я старый. Я начал лысеть. Если у меня на боках начинают расти волосы, мне дико жарко. Особенно, когда я был полный, да? И отсюда у меня пот просто лился. А сейчас нормально. Вот. А тут еще у меня, прямо вот здесь, у меня растет озеро надежды. Помнишь? У Аллы Борисовны. Озеро надежды. Я почти как она сейчас себя чувствую. Вот. Озеро надежды. Да, как есть, прими. Да ты пародист. Пусть никто не понял, ты меня пойми. Я-то тебя пойму. А зрители меня не поймут, когда я лысый совсем. Понимаешь? И мне пришлось заказать дорогущий натуральный парик, который превратился вот в эту мочалку. Как оскорбить человека в одном предложении? Александр Морозов дает мастер-класс. Я всегда страдал за правду. Я всегда страдал, точка. И я хочу понять этот парадокс. Ведь я не могу сказать, что жанр клоунады, то он не то что не нужен, он необходим. Может быть, если бы сегодня было больше клоунады, больше эфиров и передач как раз-таки с тобой, в частности, то, наверное, меньше было бы у людей проблем. Доктор! А что это вы только деньги делете, а зубы не лечите? Он говорит, а чем-то вы питаетесь? Я говорю, чем? Нормальными, экологически чистыми грешскими орехами. Надеюсь, они не в скорлупе. Я говорю, даже не надейтесь. В скорлупе-то они дешевле. То, что я несу со сцены, это не является каким-то эталоном чего-то. У меня эталон один. Блин, сфере у нас программа будет о пафосе моем. Я стараюсь нести добро. Просто каждый подразумевает под этим словом массу всего, да? Но в моем понимании, вот, всеобъемлющее добро, когда ты смотришь на артиста, неважно какого жанра, и тебе хорошо, потому что он добрый. Несколько раз это было в моей жизни, когда после концерта ко мне подходили зрители, ну, как обычно, фотографии, автографы, но они говорили удивительные слова, что благодаря вам они были вместе. И независимо ни от чего, доброта будет всегда востребована, потому что ее всегда не хватает. Ты можешь сколько угодно нивелировать свои заслуги, но когда передо мной стоит человек, один из немногих, имеющий статус лауреата победителя конкурса памяти Райкина. Ну, это правда. И дальше Чак Норрис, и дальше Александр Морозов. Покажите мне другого. Я понял, я хороший, ладно. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот если бы тебе сказали, сегодня, Александр, нужен конкурс, что бы ты сделал? Сейчас с этими конкурсами вообще какая-то засада. Кругом же эти баттлы. Я не даю оценку, плохо или хорошо это. Я на этот лед не встану. У нас есть первый эшелон такой современных комиков. Все мы понимаем, о ком мы говорим, да? Они, ну, так смешно говорят, вот молодые, там, из Comedy Club. Да какие они молодые? Они такие же уже, как я. Они не молодые совсем. Просто разная эстетика. У меня есть табу. Вообще никогда не шучу на тему религии. Не люблю грубости. Причем я не ханжа. Я ругаюсь матом и использую его, но использую его за кулисами, за столом, с друзьями. Если мы с тобой сейчас выключим камеры, я тебе столько матерных анекдотов расскажу, потрясающих, из которых выкинешь мат, и анекдота не будет. Уместность. Очень важное русское слово. Уместно, неуместно. Как у меня в детстве говорили, у нас на дворе не пухты вахту с баней. Вот не надо вахту с баней путать. То есть сцену и за кулисье. Вот у нас сейчас на сцене уровень самих артистов порой, нематерное слово, удивляет. Мне, значит, звонит организатор одного мероприятия. У нас благотворительная история. Вам в пару, в помощь. Мы дадим артиста современного. Молоденький молодой стендапер, я правильно понимаю? Уже не молоденький, он, в общем, из комедий-клаба. Нас соединяет в пару вести вот это мероприятие. Я приезжаю, все, готовлюсь. Моего партнера нет. Остается минут 15-10, может, до начала. Ко мне заходит, я не знаю, там, Помрешин или кто. Говорит, приехал. Ну, он вас зовет в гримерку. Открывает дверь. Вот так вот человек сидит. Вот так вот. Я не привилечу, вот так. Вот тут вот полуголая телка у него. А я в дверях. А мы с ним тезки. Я говорю, Саша. Ага. Я не знаю, с чего даже. Я. Это не нагло. Я не знаю, что это. Это вообще что? Какое качество человека? У меня просто шок такой был, потому что я не знал, как себя вести. И вот, когда он выходил на сцену, кто сидит в портере, радовались, потому что он допускал фривольности. Я не помню, открытого мата, может быть, там и не было. Благотворительный концерт для сбора средств для деток. Ну, это было на грани, это я помню, потому что липкий пот такой у меня выступал от некоторых его слов. Но это ладно. Проходит часа два, он говорит, ну ладно, я погнал. Я что, бесплатно буду торчать? У меня корпорат разворачиваться и сваливает. Как бороться с хамством, я не знаю. Я знаю. Как? Если бы у нас сегодня, когда принимали в Камеди Клаб, в эти институты и так далее, вот если бы они включали фильм Райкина, с Райкиным и Целиковской, мы с вами где-то встречались. Подняться по этой лестнице может каждый. А вот удержаться на ней. Нужны связи. Нет, связи тут не помогут. Почему не помогут? Ну, у этой лестницы есть одна особенность. У нее нет перил. Как? Да. Ну, заменяет сознание долго. И вот то самое слово, которое ты забываешь. Баланс. Нет, совесть. И вот эту лестнику вверх и вниз. Вот этот фрагмент. И когда вот эти моменты им будут включать, показывай пять минут. Вот тогда, наверное, можно будет с хамством побороться. Случилась, мне кажется, не очень хорошая история. Люди туда идут, чтобы стать известными, чтобы стать богатыми. С кем я разговаривал, за молодежью, говорят, ну, вы такие бабки гребете. Я тоже хочу быть артистом. Когда я принимал участие в конкурсах памяти Райкина и конкурс, который Евгений Ваганцев Петросян проводил в 99-м году, «Кубок юмора», у нас целей таких не было вообще. Про бабки вообще никто не говорил. Мы думали о творчестве, как бы это сейчас смешно не звучало. Ну, реально, как рассмешить зрителя? Нам не надо было какой-то вот этой дешевой славы. Это внутренние изменения тех, кто приходит сейчас на сцену. Не знаю, сколько они там продержатся. Я не могу их смотреть. Конечно же, я даю субъективную оценку. Я не могу объективнее, кто я такой. Вот мне кажется, в этом и проблема, что пока люди, режиссеры, актеры, которые своим трудом, своим талантом добились, выбили себе эту нишу, будут говорить, кто я такой, чтобы судить, вот эти бездарности будут устраивать эту вакханалию. Взял, вот сейчас меня обвидел, получается, да? Да. Цензура нужна, в первую очередь, внутренняя. У каждого свой ценз, безусловно. Но я против вседозволенности. Если что-то может оскорблять, этого не должно быть на сцене. С одной стороны, клоунади быть клоуном или там смешным, вот общее слово, да, смешным, смешным не научит ни один вуз. Никакой. Самый талантливый педагог. Либо это есть, Господь тебе дал, либо у тебя нет. Либо ты смешишь, можешь смешить людей, либо ты не можешь. Захончик 150 институтов. Не сможешь ты. Это одна сторона. Другая сторона. Я, сейчас якать буду, я вспоминаю себя. Я до института, я знал, что я могу смешить. Я пошел в институт. И с первого курса меня с утра до ночи сильно имели по одной книжке. Этика Станиславского. Я уверен на 99%, что никто из ныне популярных выступающих артистов не знаком с этим произведением. Вот я сам здесь себе противоречу. С одной стороны, нельзя научить смешить, а с другой стороны, без базового образования невозможно достигать каких-то высот в искусстве. Ты должен быть высоко... Блин, противно звучит духовной организацией какой-то. Ты человеком должен быть, чтобы нести то, о чем мы с тобой говорим, добро. Но если мы теряем, нажитое нашими предками, вот эту огромную базу, что и делает наше русское искусство великим, мы превратимся в кусок иностранного дерьма. Я надеюсь, что мы с Давидом всех победим. Вот и будем хорошо. Я считаю, что это один из лучших манифестов, которые нужно вбивать в голову. Изменился не только участник конкурса, но еще и зритель. Меня недавно поразило, блин, а сейчас придется перейти на личность. Друзья мои, я ничего плохого о человеке не хочу сказать. Сразу говорю. Я про Олю, про Бузову. Да, я та еще киска. И я здесь в Зенигороде встречаю свою знакомую. Она говорит, ой, Сашка, ой, Настя, привет, привет. Она такая счастливая. Я говорю, чего? Она говорит, да я на концерт еду. Я говорю, класс, куда? Она говорит, в Москву. На Бузову. Я ее спрошу, а зачем? Она мне так же на белом глазу отвечает. Типа, как вот с дураком со мной. Как, зачем, обосрать? Я говорю, в смысле? Ну как? Она будет там свои песни петь, а я ее на телефон буду снимать, комментировать, а потом выложу у себя на странице. И у меня будет вообще куча лайков, и подписчики прибавится, и все остальное. Мы с тобой раньше на концерты ходили за свои бабки, чтобы получить наслаждение от любимого артиста. Не важно, в каком жанре, да? Вообще. Ну то есть любой концерт, спектакль, любое там шоу. А тут одним днем словом. На концерты, чтобы обосрать. Вот. И она же так и не одна. Ну то есть, видишь, поменялись и артисты, и зрители. А как ты изменился, изменилось твое творчество на эстраде за это время? Вот ты можешь проанализировать себя? Потому что я когда вижу выпуски, которые были 10 лет назад, отрывки, которые были очень популярны в ТикТоке, очень популярны, все в трендах попадают. Юно месяц апреля, старая памятная тьма. Что? Что сейчас? Что? Что сейчас? Вот. Я сейчас, у меня новый путь открывается, интересный, очень. Все же привыкли к тому самому толстому, лохматому, смешному, из кривого зеркала. Тот образ, да? Ну, представляешь, при росте метр шестьдесят четыре, я сто пятьдесят килограммов. Идеальная форма. Ну, шар, да. Нет, это был овал. Шар тогда был бы, должен быть, сто шестьдесят четыре, где будем приталивать? Я главное, что себе сделал, я сделал себе гастрошунтирование. Меня не резали ножами. Мне сделали несколько дырочек, что-то там подправили. Мне это не резекция, мне не отрезали куски и части тела, из меня ничего не вынимали. Вот. Я стал намного меньше кушать. Еще там сделали еще какую-то штуку, а еще стал меньше усваиваться. Поэтому я сдулся со ста пятидесяти до с начала семидесяти. Сейчас вот я набрал десятку, то есть восемьдесят для меня идеальная такая история. И когда просто меня мать родная не узнает, ну, а что же говорить про зрителей, да? Ведь действительно, когда еще тянулся за мной шлейф тех ролей смешных толстых девочек, и по инерции мне стали авторы писать номера на этот же образ, на этих девочек, да? А я уже такой. Мне и шили вот эти костюмчики для девочек, вот эти бантики, вот это все остальное. Я выходил на сцену, я видел недоумение зрителя. Потому что перед ними, а я еще был еще и без операции, у меня вся шкура висела везде. То есть я реально старый человек, старый артист, который играет маленьких девочек. Нездоровая херня какая-то, понимаешь? И я чувствовал, что он в зале-то не смеется, блин. Раньше я выходил, ничего не говоря. Я просто делал шаг на сцену. Толстая жирная девочка, без возраста, да? И все хохотали. А тут я выхожу. Ха-ха-ха-ха-ха! Вы кто это уже за чудовище? В общем, была такая серьезная волна отторжения. Многие мне писали там, Александр, вы перестали быть смешны, вы потеряли обаяние туда-сюда. И мне стало доставаться от шефа. От Евгения Вагановича. Так и знал. Что ты так и знал? Петросян граф Дракула. Да, он ночью превращается в летучую мышь и пьет кровь. Есть же, да, такая... И термин даже такой оскорбительный, на мой взгляд. Вот Петросяновщина есть, да? Молодежь любит, да? Ну, ага, да, это типа Петросян. Да. Мне жалко этих людей, кто так думает. Можно любить юмор Евгения Вагановича. Можно его не любить. Ну, мало кто понимает, что добиться этой известности, это какой труд, это какой путь. А Евгений Ваганович любит огромное количество людей в нашей огромной стране. Он был... Он у меня очень любит и всегда очень за меня переживает. Он... Я помню, как он был расстроен. Говорит, ты потерял. Говорит, ты потерял. Ничего не нашел, а все потерял. Потому что с ним тут невозможно спорить, что клоун — это образ. Этот клоунский образ, он годами лепится. В начале, еще когда только создавалось «Кривое зеркало», Петросян перед каждым выходом на сцену, перед камерой, он мне волосы по волосику вот так вот поправлял. И взять, вот так вот поменять образ и стать таким же популярным, известным. Хрен получится. Но актерское-то обаяние. Я же не всегда был толстый. Я же в институт тот же поступал. Я же был в таком же весе. И хайр был такой. И хайр у меня. Ну, в общем, собственно, ну, мне никто тогда не мог сказать, что я не обаятельный, не интересный артист. Я начал сильно переживать. Принять себя новым очень сложно. Когда случайно там как-то, не проснувшись, подходишь утром к зеркалу, открываешь глаза, а там несколько недель назад у тебя были такие щеки, а вдруг у тебя их нет, ты начинаешь шарахаться. И тебе даже в какой-то период сомнение начинает появляться в голове, что, блин, вот я был толстый, я был вроде бы ничего так. Это вранье самому себе. Практически никто не знает, что, когда я был толстый, я на съемках, на концертах заходил за кулисы и просто практически подыхал там. Сердце. Вот я мог сесть куда-то, лезть. Блин, мне там 40, тогда еще там 47 лет было. А я уже все. На сцену выходишь опять? Ха! Это, ну, это фокус сцены. Мне повезло, я на одном из последних концертов вместе с Юрием Владимировичем Никольным на сцену выходил. Я видел просто древнего, разбитого старика в кулисе. И я видел волшебство вот этого преображения, что сцена делает. Он встал в свет, и я вижу, как у него распределяется спина. У него, он, он становится каким-то большим. Он сам светится. Конечно же, шквал аплодисментов в зал взорвался. И вот он вышел из света. Я вижу, как он снова становится стареньким дедушкой. Ой, что-то я взлёгся-то. Не знаю, почему я получил по полной от Евгения Вагановича за потерю обаяния, но у меня был с ним разговор. Говорит, Саша, я, во-первых, не знал, что тебе так плохо уже. И вот мы сейчас наснимали кучу интересного материала, нового, свежего, который, к сожалению, в связи с событиями, с последними, да, юмористические передачи на федеральных каналах практически примерно не выходят. Поэтому ждём, когда это всё появится. И на первой репетиции шеф сказал, я, говорит, придумал себе образ. Комическая старуха. Я играю, на мой взгляд, ну, нет, сейчас я вот вру, не на мой взгляд. Зритель подтвердил. Мы же на живом зрителе снимаем. Зритель подтвердил, что есть попадание в точку. Я очень смешная тётка. Не старуха пока ещё. Но смешная тётка получающая. Мне вообще нравится бабу играть. Там огромное поле для актёрской работы. Весёлой, смешной, радостной. Когда ты играешь женщину. Ну, в джазе только девушки, да? Это большой подарок, когда тебе... Просто очень мало мужиков, актёров, которые могут себе такое позволить. Мне всегда казалось, что после того, как случилось твоё преображение, что ты ешь только припущенные на пару ростками пшеницы, проросшие зёрна... Да, спасибо, бабов. Ем я всё. У меня нет вообще табу. Какой неприятный человек. У меня нет табу в еде. У меня нет табу в режиме во времени. Если я захочу, я могу просто тупо проснуться в три часа ночи, проснуться и думать, блин, я жрать хочу. Ну, пойти поесть. Я хочу сейчас тебя угостить курочкой, которую я делаю мастерски. Дело в том, что моя мама повар-технолог и работала на шоколадной фабрике России в городе Куйбышеве. У меня мама очень хорошо готовила. Никто никогда меня не заставлял, но я с детства у плиты, потому что у меня кайф. Я её мариную минимум сутки в собственного изобретения в таком рассоле. И потом делаю её на пару не потому, что я хочу худеть, а потому, что так получается вкусно. У меня сильно сместились или даже изменились пищевые приоритеты. Раньше мне надо было огромный торт купить. Мне хотелось огромный торт, его сожрать. А сейчас я нашёл хлеб, он с изюмом. Я отдам попробовать. Я сделаю из него сухарики. И вот поставь передо мной любой торт на земле. И вот этот сухарик, я возьму сухарик. Не потому, что я худею, а потому, что мне хочется этот сухарик. И так касается всей еды. Кто пробовал мою курочку, говорит, это божественно. Ты как звёздный повар, все помнят прекрасно, замечательные твои передачи. Между прочим, у меня есть ощущение, что именно ты сподвиг Наталью Гулькину сесть на диету. Я сподвигнул, главное, Маргариту Суханкину сделать гастрошунтирование. Она теперь... Ты прошёлся по всему миражу и смотришь, да? А я их обоих люблю. Что делать? Вот говоря про друзей, а вот есть, существуют ли друзья в шоу-бизнесе, на эстраде? Понятие друг я использую крайне редко. Это совсем штучный товар. Извините за... Насколько оно сейчас нивелировано, да, вот из этих сетей? Когда вот у меня друзья, мои друзья, подписчики. Блин, ты вообще не знаешь, кто это? Как это можно называть другом? А ещё не знаешь, как быть родные мои. Чего? Родные, это я говорю. Я говорю. Ну, это родные мои, ну, в смысле, что... Блин, ну ладно, я попался. Ну, я говорю родные, но не в том случае, что родные. Мне просто не очень неприятно, людей называть подписчиками. Я считаю, что это оскорбление какое-то. Я имею в виду суть самого понятия друг. Да, у меня есть друзья-артисты. Один друг-артист очень... Приходит часто ко мне домой и съедает мою курицу. Это кто этот человек? Игорь Саруханов. Боже, любит. Можно вопрос, который волнует миллионов зрителей, миллионы зрителей уже последние лет тридцать. Как называется песня? Скрипка-леса или скрип-колеса? Скрип-колеса. Лужи и грязь вторую. Второе. Господи, мы раскрыли тайну, ребята. Это случилось. Ну и пусть так и так и думают. А у меня вопрос к тебе сейчас возник. Может быть, ты читал «Возлюби ближнего» своего? Вот ремарковский герой – это ты. Такая трагикомедия в глазах. «Эх, как вы, батенька, загнули. Вашими устами не только мою курицу есть, но еще и мед пить». И это вообще, блин, это вообще моя боль. Одна из самых главных болей моей жизни – это кино. Тем более, да, я не вообще в куревскую кашу кетч в положу. Что ж теперь дальше-то? Ничего дальше. Ничего дальше. По поводу Аллы Сурикой. Почему эксперимент случился, а дальше не пошло по поводу кино? С Аллой Ильичной Сурикой у нас теплейшие отношения. По каким причинам она мне не дает главные роли, я не знаю. Вдруг она где-то увидит нашу передачу и подумает, задумается о том, что Рожену Морозу-то не главную тоже. Ну, хотя бы не тоже главную. Ну, где-то, ну, какой-то бабуль смешной. Вот. Я всю жизнь мечтаю о кино. Я умею. Я неплохой артист для кино. Потрясающе. Начинается сладкая жизнь. По каким причинам, я не понимаю сам. Не срастается это. Может быть, у меня на лбу есть такой жирный, черный такой штамп артиста эстрады, то есть некое клише. Толстый, лохматый человек в длинных башмаках, из кривого зеркала. и он в кино наверное не его место. у меня нет такой цели увековечить себя любимого в памяти народной. А вот внести посильный и желательно какой-то важный вклад в искусство, вот это бы вы хотелось. Я просто очень мало сделал. Мне хочется много сделать. Мне очень у меня есть жажда настоящего искусства. Вот мне хочется хороших пьес, ролей, работ. Мне очень хочется. Мне их не хватает, правда. Я не схожу с ума. Я вы уйдете, я не забьюсь в угол, не буду кусать локти, почему я никому не нужен невостребованный клоун. Нет, такого нет. Я просто жажду, но из-за своей отвратительной лени я ничего не делаю. Вот если приходит режиссер и мне говорит вот это, вот это, вот это, я буду пахать как волос с утра до ночи. Я там сдохну на сцене. Но например, как-то скоммуницировать себя, например, взять телефон, набрать какому-то директору театра, там, художественный руководитель, да, сказать, алло, здравствуйте, это вот я, я бы хотел с вами там посотрудничать, хотелось бы у вас там поиграть, посниматься, там, еще что-то такое. Я такие вещи не могу делать. Это, ну, есть такое слово прекрасное, стрёмно. Мне стрёмно просить. Я по секрету тебе скажу, у меня есть прям мечта-мечта. Я очень долго вынашиваю идею одной пьесы, это продолжение истории Карлсона. Ого! А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Смешное, но это философское размышление. Мы же знаем, что он обещал вернуться. Угу. И вот по прошествии многих лет он возвращается. Дальше раскрывать не буду. Никому не говорит. Никому не скажу. Никому. Никому. Вкусняшечка готова. Готово. Вот, и посмотрите, вы посмотрите, что это. Это же, это же, это же Уланово. Грудь Улан. Он, он бурет сейчас, потому что она у меня всегда соленая, я люблю соленую. А давить не соленую. Ой, Морозов, ты слышишь, Морозов. Довел он меня все-таки до оргазма. Добро пожаловать в дом Любови Петровны. Пойдемте. Кто не знает из наших зрителей, Любовь Орлова наша Звенигородская. Здесь потрясающий дворец культуры у нас имени Любови Орловой. После вас. Маленьким у нас дорога. Вот сегодня, вот находясь в музее Любови Петровны, мне почему-то идет прямая ассоциация, вот моя внутренняя. Если мы говорим про Волга-Волга, совершенно точно ты бы исполнил роль этого замечательного человека, начальника. «Как хорошо началось, вызываем в Москву, и как скверно кончилась самодеятельность». Вот я знал, что ты про него скажешь. Это главный гротеск. Я сейчас хочу сказать о самой большой беде в моей кинематографической жизни. Звонок раздается. Человек в двух словах объясняет мне, кто он такой, что он снимал. Снимал причем в Голливуде. Мне тут же предлагается сценарий. Сценарий назывался «Террор». Я никогда в жизни не читал таких интересных сценариев. Очень крутой детективный роман. Я говорю, а кого я тут буду играть режиссер, я спрашиваю, он говорит, как кого самого? Я говорю, я? Там главный персонаж банкир. Вокруг него вся эта история. Я говорю, ну, а я потяну, типа, большая, просто большая, прям реально большая. Но самое главное, что это моя роль, потому что это трагикомедия. Это мой любимый жанр, моя мечта. И в таком фильме сняться, ну, полный метр. Ну, вообще, ну, все. Все срослось. И тут мне начинают приходить, значит, от него письма, значит, эту роль играет этот человек, эту роль будет этот человек играть. Это первый, ну, наверное, некрасиво так говорить, ну, в общем, это высший эшелон нашего кинематографа. Я, как я вообще с этими людьми в кадр встану? Да я, я посидею, я вдохну от счастья там, или от стыда, потому что я перед ними вошь, потому что там такой список был. И у меня в этом фильме главная роль. Ну, трудно было на земле в тот момент найти более счастливого человека, чем я. Я, я земли не касался. Я, я летал. Я понял, что все, вот моя мечта сбылась. Я снимусь в кино, о котором я мечтал всю жизнь. И это был 2008 год. И финансирование полностью останавливается. Я, я не знаю, сколько я пил после этого. Я не знаю, что со мной происходило. Я не могу сказать, что какой-то депрессивный человек. Нет. Я все-таки человек позитивный. Даже когда мне совсем хреново, я все равно как-то на позитиве. Но тогда меня это разрушило совсем. Мне было так больно. Вот твой, насколько вы знаете, Чарли Чаплин, человек, который в немом кино падал, комедии положения, эти ситкомы, все остальное. Кто бы мог подумать, что спустя какое-то время это станет единственным эталоном в профессии, которую сегодня ты представляешь в Российской Федерации? У меня постоянно, зачем ты меня ставишь неловкое вот это положение? Тушеваться, это тоже, странно, да? Говорит, нет, я не такой, я бездарный, я тоже не могу. В общем, как мне реагировать, я не знаю. И я совершенно случайно недавно наткнулся, ему было что-то совсем сильно, за 90, по-моему, даже. Его, если я не ошибаюсь, награждали Оскаром. я запомнил, я запомнил его глаза, когда он вышел и увидел вот эту огромную массу людей, которые встали. это квинтэссенция вообще всего. Все стоять, хлопали, и он это почувствовал, и он заплакал. Вот эти слезы клоуна счастливого старого уже немощного старика, ну вот эта любовь народа, блин, вот это памятник, вот это дорогого стоит, вот так хочется, но ну хочется, перехочется. Почему перехочется? Их никто не учил быть номер один. Он даже Пугачёва тут лежит. Кстати, кстати, а что здесь делать Пугачёва? Видишь, это знак. Видишь, какая песня? Поднимитесь на суетой. Просто вы говорите в жизни все просто искать уже открытые звезды, но взлететь над суетой так порой не просто, 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 ага. Смотрите? Да, конечно, конечно. Давай, ясно. А пока вы здесь, я не могу вам не задать вопрос. Если завтра Александр Морозов выйдет в глубоко драматической роли на сцену, либо в кино, это вы ждете этого момента? Конечно. Ну, он, ему любая роль подойдет. Я от него восторг. А сколько вам лет? Нет, Ну, я же говорю... А я думал, ты скажешь, сколько он вам заплатил? молодое поколение. Ждут, ждут. Саша! Да, сделаю. Спасибо, дорогой. Не, вообще классно. Вообще, Александр. Откройте, Давид, Александр Морозов. Александр Морозов. А почему тебя так мало в театре? Потому что меня из еврейского нашего с тобой театра, из Шалома, уволили месяц назад. Как? Ну, не то, чтобы уволили, меня попросили уволиться. За что? Нет, это ни за что. Я-то еврей и татарин. Божецкий, что ты молчал? Да, да. Мы сидели с Ларисой Гузеевой, и я ей рассказываю историю о том, что я-то всегда душа и русский, а тут выяснилось, что я татарин и еврей. А она сходу прямо говорит, так ты таджит. Так же я таджит. Александр Семенович Левенбук, наш, один из метров столпов эстрады советской, говорит, Саша, я хочу, чтобы ты играл у меня в театре. Ты же, знаешь, наш еврейский театр Шалома. Ну, я, естественно, слышал. Я говорю, три, говорю, составляющих, главное, хорошая пьеса, главная роль и хороший игнорар. Про третий, я, конечно, так это, пошутил, потому что он и еврей. Вот. Пошутили, посмеялись, все, разошлись. Проходит год, может, больше, не знаю. Вдруг звонок. Говорит, Саш нашел. Первый, второй нашел. Третий не нашел, потому что еврей. Вот. Поэтому я делаю вам предложение. Ну и, собственно говоря, я попал в театр Шалом, где, ну, можно сказать, на меня ставили спектакль размороженный. Потом, значит, ставят с нами семеро сатмерь. Знают, что я со Шмирзоном на ножах, знают, что я антисемит, подарили мне путевку в Израиль. Александр Семенович, мало того же художественного руководителя, он создатель этого театра. в общем, решают, что нужен другой художественного руководителя. Александр Семенович убирает. Приходит новый, который меня вызывает к себе. Я это сейчас рассказываю не к тому, что меня вот, что они сделали, евреи. А кого? Почему меня опять зависит от отбавца? Кому мне еще апеллировать? В общем, художественного руководителя посадил перед собой, говорит, вот такая история. Смотри, ты тут, типа, звездная звезда, у тебя оклад, все дела. Ты же, говорит, не ездишь на репетиции, ты ничего здесь не делаешь. Ну, я в репертуаре, правда, не участвую. Эти оба спектакля, они у нас были не репертуарными почему-то. Ну, действительно, это же честно. Он говорит, а, говорит, ставку, типа, я занимаю. Если, у меня будет лишняя ставка, я, говорит, возьму молодого актера, который здесь будет рвать задницу. Блин, это правильно. Ну, собственно, я сказал, вы правильно решили меня уволить. Речь ведь идет, оклад какой у вас там, 15-20 тысяч рублей в месяц? Я мастер сцены высшей категории, как-то я называюсь. То есть, выше уже нету. Выше нету, просто вообще ставки в театре нету. 19 тысяч. И я об этом же. И когда ты, и когда ты на себе несешь, как фронтмен, еще одно вот слово я вспомнил, звезда в театре, на которую идет народ, убирать человека за... Я сборы делал, правда. Я про что и говорю, и убирать за 19 тысяч рублей, это, не знаю, я бы так никогда не сделал. Каким образом ты каждый раз преодолевал вот вот эту вот внутреннюю боль? Профессиональную именно. Мы же с тобой, хоть и русские, вернее, хоть и еврейно-русские, так-так-так-так-так, но мы, как у нас, когда беда, мы бухаем. Это правильно. Или там еще что-нибудь делаем, да? Ну, в основном бухаем. Косяк в том, что вот сейчас примерно год, как я вообще не пью ничего алкогольного. Тогда я в легкую справлялся тем, что я мог уйти в запой на месяц, на два, если какая-то беда, горе. Но у меня, на самом деле, уход в запой был связан не только с бедой, но и с радостью. То есть всегда. Плохо бухаешь, хорошо тем более бухаешь. Так, иногда очухаешься, посмотришь на мир, ой, что-то тут тоска какая-то и опять туда. В общем, а сейчас вариантов нету. Сейчас приходится бороться с тем, что есть. Я просыпаюсь, первое, что я делаю, вот глаза открыл, здесь лежу и в окошко сразу смотрю. Неважно, завешано, не завешано, свет идет оттуда. Я говорю, господи, вот за что ты мне еще один день дала? Только что распустилась вот эта герань. Мне привезла вот такой щененький росточек, мама. Я его совершенно недавно посадил и посмотрите, что выросло. Это часть моей мамы. Это вот в таком виде это взяло и стал, был какой-то замухрыш, такой маленький, некрасивый, никчемный какой-то росточек и превратился в такую какую-то волшебную историю. Я стал реинкарнацией Будды. Мы сейчас приехали в одно из исторических мест Москвы, Подмосковья. Как это сказать? Это скит Зенегородского монастыря Успения Престой Богородицы, насколько я помню. Это скит, где здрасте, здесь купель со святым источником преподобного Савва Старожевского, куда я имею такую возможность удивительно приходить иногда и окунаться. Наверное, за столько лет на сцене было миллион возможностей уйти куда-нибудь в другое место, зарабатывать огромные деньги. Да, я мог уйти в какие-то другие сферы деятельности. Я до сих пор хочу это сделать, но все равно это связано с профессией. Я мог бы пойти в какой-то бизнес, но не могу, потому что я равнодушен к деньгам. Ты видишь, я живу в Звенигороде, в однокомнатной квартире, не потому, что у меня нет денег. Мне не надо дорогих машин, мне ничего вообще не интересно. Так всю жизнь было? Нет. Был такой период, когда было очень популярно Кривое зеркало на самом пике своей популярности, когда я уже с трудом передвигался по улицам, когда меня останавливали люди, медные трубы, вот сюда вот. Сильно увеличенный поток денег. Возможностей стало больше получать то, чего, в принципе, человеку в жизни не надо, но ты можешь этим воспользоваться, и это тебя начинает разбаловать, расхлябывать. Увеличение достатка приводит к каким-то негативным последствиям. Ну, ты знаешь, у меня проблемы с запрещенными препаратами были, и все остальное. А это откуда? Это оттуда. Позволение себе перейти к некую грань. Я мало очень знаю людей, которых богатство либо оставило прежними, либо никого не знаю, кого сделало лучше. Что явилось тогда триггером, я знаю ответ на этот вопрос, но все же его задам. Что явилось триггером того, что вот этот период вседозволенности и больших денег привел к тому, что ты пересмотрел отношения к жизни, и это уже стало второстепенно. Это цепь событий. Был такой период жизни, когда я дошел, как у нас говорят, до ручки. Выхода уже не было. Я физически, духовно понятно, уже давно, а физически я просто уже развалился на куски, понимал, что все, могила вот она рядом. Я много друзей похоронил, и мне не хотелось состоять им компанию, собственно, а ходить по каким-то людям, да, по клиникам. Я человек православный, мне проще. Я стал просить Господа о помощи, и произошло чудо. То есть я даже, вот говорят, я там что-то не употребляю столько лет, я даже не знаю, сколько, мне не интересно. все иконы у меня тоже, они с историями, у меня даже есть большая реликвия, у меня здесь есть мощи святителя Тихона Московского, у меня все иконы, они мне подарены, они как-то пришли, я не могу пойти в лавку и купить икону, мне интересно почему-то. вот, она сама пришла, каким путем, я не знаю, вот, я жду, когда святитель Московского Тихона ко мне придет икона, и я вложу в нее каким-то образом, я еще пока это не умею делать, но я как-то вложу вот его мощь. Насколько важна не только, ну, в частности сегодня вера в жизни артиста? Я сейчас не про религию, не про витуалы, а именно про веру. У нас же принято всегда говорить, что актерская профессия, она греховна. И так было давно. Даже вот, если мы берем Ваганьковское кладбище, кладбище было на отшибе Москвы, и людей, которых по всем православным обрядам нельзя было проводить в путь иной, как всякую непотребщину, свозили туда, на Ваганьковское, ну, оно называлось, может быть, по-другому, я не знаю, вот, а Ваганьковское от слова ваганить. Нашего брата просто туда, как они считали, не Христей, просто туда свозили. Когда я стал размышлять на тему, что действительно ли я правильно делаю, что занимаюсь профессией, которая изначально считается греховной, бездуховной, у меня даже были мысли вообще уйти в масты, честно говоря, были такие. Вот, но так как у меня был батюшка, мой отец, Михаил, мой духовный отец, он сказал, вот, говорит, ты вообще кто такой? Какое право ты имеешь зарывать свой талант где-то в монастыре? Ты думаешь, это ты такой талантливый, что ли? Тебе Господь дал такую способность радовать людей, веселить, и ты вот так вот хочешь распорядиться, даже не думай, не смей, и меня выгнал. Это на исповеди было. Главное, наверное, что ты несешь людям, приносишь наоборот какую-то радость, делаешь что-то чище кого-то, да, то, наверное, это не является грехом. Наверное, вот, мне кажется, если с этой позиции подходить к нашей актерской профессии, то все становится на свои места. Все равно, когда человек верующий, неважно какой религии, когда уходит его духовник, в этот момент ты почувствовал, что ты уже готов для того, чтобы самостоятельно уже кого-то приводить к той же самой духовности. Вот это классный вопрос. Дело в том, что ты не первый, кто мне намекает на то, что ты бы, а ты, слушай, а ты бы мог бы, а что бы тебе не пойти, ну, не то, чтобы в семинарии, то, наверное, мне и поздно уже идти, ну, не хотел бы ты вот на какой-то там, ну, в частности, в моем, да, в случае там, в православие, да, пойти в храм. Вот. Мне кажется, я настолько низкого духовного уклада человек, что я не достоин таких вещей. и кого-то, ну, опыт у меня, конечно, жизненный какой-то есть. Духовного большого опыта у меня нет, чтобы наставлять людей, и я не имею никакого морального, никакого права не имею вообще на это. Вот. Но самое интересное, что даже люди, которые меня не знают, я периодически хожу с бородой. Мне, во-первых, лень бриться, я же ленивая тварь, мне лень бриться, и я вот, когда работы нет, сейчас же малая работа в моем жанре, и вот с бородой хожу по улице, и люди меня не узнают, а еще я похудел, и, говорит, там, батюшка, папочка, благослови, а дядька один пристал в аэропорту, говорит, я, так, боюсь летать, ну, под шофе немножко, говорит, батюшка, благослови, чтобы я... Я говорю, да не, я говорю, не священник, отстанете. Говорит, да я же вижу, что священник, но благослови. В моей жизни стала присутствовать вот эта история, что меня и пытаются сподвигнуть к наставничеству, к некому духовному, да, и попадаются люди, которые почему-то меня считают вот так, ну, батюшкой, да, например. Мне от этого очень смешно, очень, потому что я совсем не соответствую. Вот. А то, что касается отца Михаила, ну, это беда моя такая до сих пор. Ну, конечно, большое счастье, что он был в моей жизни. Я до сих пор сирота, но мой отец Михаил всегда со мной. я его, я его, не мучаю, но в особо сложенных ситуациях жизненных я к нему обращаюсь и неизменно получаю ответ. и он всегда верный. Я очень много знаю артистов, очень хороших верующих людей, и они хорошие артисты не потому, что они верующие, и они верующие не потому, что они хорошие артисты, а так случилось, потому что профессия действительно сложная и очень много всяких соблазнов, особенно вот этот тщеславие, которое губит огромное количество артистов. с ним без духовной поддержки веры бороться очень трудно. И как раз храм, мне кажется, то место, которое может тебя спасти. Еще так отец Михаил со мной пошутил хорошо, когда я сказал, ну вот я же артист, значит, я попаду в ад, он говорит, ты не попадешь. Я такой, почему? Он говорит, знаешь, какая очередь? Пропусти Михалкова. Вот. И, в общем, когда я прихожу вот сюда, в Савина Сторожев. Почему из тебя получится замечательный наставник? Потому что, когда человек идет со своей бедой к человеку, который, например, с раннего детства служит, неважно в какой религии, у него нет этого опыта в жизни. Он не сможет понять, с чем человек к нему пришел. А когда к тебе придет человек, ну вот, ты вспомнил Лунгебарова. Если бы в свое время у него был такой Александр Морозов, старший его, наставник, никогда бы в жизни у него не было такой судьбы. Никогда. Ну тут я с тобой спорить не буду. И у многих других такая же история. И если бы позиция твоя была не только как роскошного артиста, а еще человека, который бы мог давать советы, что-то выслушать, понять, рассказать свою жизненную историю относительно этого момента. Ведь у тебя классическая судьба человека Ломоносова. Назовем это так. Ну классика. Жилась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Это я пытаюсь интеллектом блеснуть. Ты же меня сейчас затягиваешь в сторону духовности. Сейчас, может быть, я чем-то мог бы поделиться в профессии. Через что? Как ты это видишь? Мне очень хочется заниматься с детьми. Даже, знаешь, вот у меня есть мысли, может быть, в Звенигороде, потому что уж больно здесь, хорошая атмосфера какая-то. Я, кстати, по диплому даже имею право преподавать. Но это тоже надо иметь какой-то такой обкос, что вот я мастер. Я, наверное, постесняюсь сказать такое. Я, говорю, человек, который приобрел опыт с годами, готовый поделиться навыками. Вот так. Я хочу тебе пожелать одного. У меня есть ощущение много лет, что ты в себе подавляешь тот самый грех уныния, который способствует развитию лени. Ну, потому что любое ныне это лень. Я хочу пожелать тебе, чтобы Господь избавил тебя от любого сомнения внутри тебя и чтобы через 10 лет, когда мы встретимся, я надеюсь, что раньше, но все же, через 10 лет, когда мы встретимся здесь, в скиту, у этой купели, мы уже будем обсуждать огромное количество твоих театральных работ, киноработ, как актера и режиссера. И уже будем приходить не для того, чтобы попросить, а для того, чтобы поблагодарить Господа, который дал тебе эту искру. Вот разжег в тебе еще раз, это для того, чтобы ты преодолел все трудности и стал сегодняшним Морозовым-Чаплиным. Ладно. То есть, через 10 лет договорились. Курицу я замариную. Спасибо. Начинай сегодня. Чего там? Цель клоуна сделать этот мир светлее, радостнее и добрее. Коллегам по сцене не идти на сделки с собственной душой. Одно из самых страшных, что может сделать человек, это предать. И если ты честен самим собой, то есть, ты не предаешь ни себя, ни своего зрителя, ни своих близких, то у тебя есть шанс остаться человеком. Да, блин, какой пафос, все это так звучит. Блин, но я так думаю. Продолжение следует...